Во всех регионах Казахстана идет тщательная подготовка к отопительному сезону. Первыми тепло получат социальные учреждения, школы, больницы, детские сады. Им отопление дадут 1 октября. Когда же горячими станут батареи в домах? Что делать тем, кто живет в частном секторе? И почем нынче уголь? Расскажу в ближайшие несколько минут. Это Актуально. Здравствуйте! Готовиться к отопительному сезону начали еще в июле. Власти проверили инженерные объекты и сети, чтобы зимой без последствий люди грелись в домах. Но запустить отопление получится не сразу и не везде. Все зависит от температурного режима на улице. Сначала подачу тепла подключат к социальным учреждениям. Сроки подачи отопления примерно определяются так. 1 октября для социальной инфраструктуры и 15 октября для жилых домов. И до 15 апреля для жилых домов и до 25 апреля социальной инфраструктуры. Однако это не догма. Мы ориентируемся на температурные параметры. Плюс 8-10 градусов, если в течение 3-5 дней идет температурное снижение, то необходимо подавать отопление. То есть погода в доме напрямую зависит от погоды на улице. Но это касается только жилых комплексов, где центральное отопление. Сейчас на складах энергоисточников 4 миллиона тонн угля и свыше 100 тысяч тонн мазута. Запасы эти выше, чем в прошлом году. У нас 20 крупных предприятий, которые отапливаются углем. На сегодняшний день 4 миллиона тонн угля на этих станциях есть. В этом году достаточно хорошо предприятия поработали. Заготовили на 600 тысяч тонн угля больше по сравнению с прошлым годом. Подготовительные работы по отопительному сезону идут в рамках графика. И практически на всех угольных энергостанциях имеется месячный запас топлива. В стране имеется 460 котельных с централизированным водоснабжением, из которых 428 уже готовы к отопительному сезону. Но, как правило, с проблемами при отопительном сезоне сталкивается частный сектор, который отапливается углем самостоятельно. Ежегодно им на зиму нужно не меньше 10,5 миллионов тонн угля. Власти заверили, что почти половина уже заготовлена. Цены на уголь держатся на контроле по всем областям. Еженедельно сводная информация предоставляется в правительство. По Наруслутану уголь завозят из четырех разрезов. Стоимость щебаркульского угля составляет 11 400 тенге. И кебастузский уголь 9,5 тысяч тенге. Цена на уголь Каражера варьируется от 11 до 13 тысяч тенге. На Майкубенске от 12 до 12,5 тысяч тенге. Ведомство контролирует отпускные цены производителей, а также тарифы на доставку угля железнодорожным транспортом. Однако не имеет полномочий контроля над передкупщиками. Поэтому жителям нужно быть бдительными. И на сегодня это актуально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова